Евгений задал вопрос по поводу нужно ли адептам венчунь бороться сама по себе борьба это достаточно эффективное боевое искусство но так как на венчуне изучаем не борьбу а больше ударную технику наша основная задача это повалить человека сбить с ног ударом, добить и убежать максимум что мы должны делать это успевать быстро вставать если вас пытаются забаровать быстро освобождаться от этого но борьба в борьбе ничего плохого нет потому что борьба развивает выносливость борцы успешно на улице дерутся и побеждают своих партнеров в этом случае борец не должен бороться на полу борец просто должен взять и профессионально человека бросить на пол все, на землю и дальше от сотрясения человек уже просто не встанет значит венчуне мы скорее не боремся а не даем противнику навязывать борьбу то есть мы уходим от борьбы и используем различные добивающиеся самое важное в борьбе любой борец он делает какое-либо действие толкает нас, отвлекает если это человек еще дерущийся он может ножками потом резко входит в ноги и пытается сделать нам бросок значит венчуне ставится следующая техника когда человек там делает после двух-трех ударов голову лезет нам в ноги ваша задача занизить свой центр тяжести ну борцы меня поймут вот а дальше уже не бороться а бить локтем по шее локтем по спине вот использовать нос, глаза и человека валить если я буду с борцом бороться то я всегда буду проигрывать потому что он посвятил 15 лет борьбе а я посвятил 15 лет венчуне соответственно если я буду бороться на его территории я всегда буду проигрывать если он входит в ноги мы контролируем и бьем сразу по шее бьем по позвоночному столбу если я буду с ним бороться пытаться то конечно у меня там заборит там руку рука заломает руку и все я проиграл рука сломана моя вот зачастую адепты венчунь задают другие вопросы когда сошлях когда я схватил к примеру когда я взял товарища на болевой на какой-то вот взял и разрывая его использую венчунь это бред он его не использует потому что он допустил меня до болевого здесь он уже никогда не выиграет потому что я ему сломаю ногу или там ватру так в одно место вовнутрь то есть здесь уже венчунь не будет работать венчунь будет работать только в этом случае когда я пытаюсь войти на болевой он меня бьет он пытается работать ногами он встает и добивает вот здесь венчунь поможет да борьба не ограничивается входом в ноги борец может подойти ко мне здесь на болевой да сделать бросок здесь у вас единственный случай это атака по горлу атака в глаза по горлу в глаза в пах да то есть здесь ваша задача драться просто без правил это я говорю сейчас об уличной ситуации конечно же на войне так сказать как и в любви в любви как на войне все средства хороши работаем не борется не борется Давай, давай, думай, думай, все уже надо.